Мы с вами продолжаем разбираться с такими базовыми вещами, которые мы можем делать с Puppet. Нужно сказать, что мы с вами сейчас будем делать это немножко топорно, для того, чтобы ознакомиться с основным функционалом, а в дальнейшем будем уже оптимизировать тот код, который мы пишем, тот код, который позволяет нам превратить инфраструктуру в состояние, к которому мы стремимся. Вообще, можно сказать, что вся такая ловкость DevOps заключается в том, чтобы подобрать оптимальные инструменты под какую-то задачу. Мы сейчас будем разбираться с всем спектром, затем уже поймем, как его применять корректно к какой-то конкретной ситуации. В прошлом видео мы с вами разбирались с таким типом ресурсов Puppet, как пакет. Мы говорили о том, что пакет можно установить, обновить и удалить. И, собственно, написали простенький манифест, который у нас этот пакет ставил. Мы ставили с вами пакет 3, который позволял нам увидеть дерево под каталогов в текущем каталоге. Сегодня будем работать с пользователями. Управление пользователями тоже частая задача в Puppet. Опять же, есть отдельный тип ресурса Puppet User, ссылку на которую я вам брошу. И можно точно так же пользователей создавать, удалять, обновлять их какие-то свойства, менять их настройки, задавать им пароль. Задачу я себе вижу такую. На сегодня мы с вами создаем пользователя Инженер и добавляем его на все подчиненные узлы, таким образом, чтобы он входил в группу, которая позволяет ему повышать полномочия до суперпользователя Root. Задача у нас осложняется, во-первых, тем, что у нас с вами в Ubuntu и в CentOS нужно входить в разные группы. Я даже подчеркнул на слайде группы, в которые должен входить пользователь для запроса прав суперпользователя Root. В Ubuntu это группа Sudo, в CentOS это группа Will. По-хорошему, здесь мы уже начинаем чувствовать необходимость в некоторых дополнительных компонентах Puppet. В частности, это очень хорошо решается хьерой. Но мы этого делать сегодня не будем, мы просто разовьем наш основной манифест. Второй момент заключается в том, что мы можем, конечно, пароль пользователя передать открытым просто текстом внутри Puppet манифеста, но это, наверное, не совсем корректно. Поэтому мы с вами создадим хэш пароль и будем передавать хэш этого пароля и убедимся в том, что у нас эта ситуация работает. То есть мы с вами сейчас дополняем наш манифест таким образом, чтобы он сработал и на Ubuntu, и на CentOS. Давайте прячем при этом пароль и имеем через следующую синхронизацию готового настроенного пользователя на всех наших подчиненных узлах. Подчеркиваю то, что просто так смотреть за тем, что я здесь делаю, очень недостаточно. Нужно обязательно повторять, особенно если вы с Puppet не знакомы и никогда не пробовали с ним работать, потому что здесь заключаются нюансы в куче разных мелочей, где стоит кавычка, поставили ли запятую, квадратная скобка, закрыли ли фигурную. Написание манифестов требует такой некоторой дисциплины, которая приходит после как раз-таки непосредственного написания их и спотыкания, так скажем, какие-то ошибки. Значит, мы с вами, если вы помните, находились в нашей основной директории Puppet. Это etc.puppet.labs.code. Вот, в ней у нас все как раз находилось. В этой же директории у нас находились наши среды, и мы настроили среду тест. Я предлагаю нам в эту среду тест перейти. В ней у нас есть подкаталоги, и мы, в частности, в каталоге манифест создали основной каталог тест.pp. Мы создали его не очень, так скажем, красиво. По-хорошему нам нужно его переименовать в сайт.pp. Мы это сейчас и сделаем, потому что основной каталог должен по-хорошему называться сайт.pp. Просто его сейчас переименуем. Готово. Вспомним, как он у нас выглядит. Тест. Только мне нужны, конечно, права суперпользователя. Только он теперь не тест, а сайт. И у нас был ресурс вида пакет, который устанавливал нам пакет 3 на всеуправляемые системы. Давайте сейчас создадим такое простое дополнение для создания базового пользователя. Мы скажем, что теперь нас интересует ресурс вида пользователя. Точно так же откроем фигурную скобку, закроем фигурную скобку. Далее нам нужно как-то назвать этого пользователя. Причем это не имя пользователя, а именно имя ресурса, которое у нас будет видно в логах, папе-то и где угодно. Поэтому я его для краткости назову engine. Мы будем создавать пользователя engine. Двоеточие. Со следующими параметрами. Имя пользователя равно стрелочка. Я вам брошу ссылку на этот тип ресурса, и там будет видно, у какого параметра какие могут быть значения. В частности, у имени строковое значение, поэтому я должен это значение взять в одинарные кавычки. Далее я должен указать домашнюю папку пользователя, потому что по умолчанию он ничего у нас делать не будет. И я скажу то, что этого пользователя, опять же, строковое значение, поэтому в одинарных кавычках будет домашняя папка называться «Находиться по пути Home Engineer». Запятая. Следующее, что меня интересует. Я хочу, чтобы эта папка была создана. Для этого есть ключ «Manage Home». Это обычное значение true-false, поэтому я скажу, что я хочу, чтобы у меня эта домашняя папка создалась. True. То есть управляй домашней папкой. Дальше. Я люблю, чтобы оболочкой по умолчанию был баш, поэтому я сразу же пропишу баш. Оболочка. Одинарные кавычки, потому что это у нас строковое значение. Путь к оболочке будет bin-баш. Это особенно актуально на Центасе, где у меня по умолчанию оболочка, как мне кажется, шел. Самый важный параметр ensure – убедиться в том, что этот пользователь, у нас есть несколько вариантов значений, в частности присутствует, отсутствует present. То есть, чтобы пользователь появился. Запятая. Так как present – это у нас будет не строковое значение, а несколько, это один из вариантов наборов, поэтому мы его не указываем в одинарных кавычках. Там есть значение present, absent и кажется wrong. Дальше. Мы можем указать пароль. Для начала пароль укажем банально, он у нас все равно сейчас не применится. Скажем, я хочу, чтобы пароль был в одинарных кавычках, строковое значение, раз, два, три, четыре, пять. Мне очень претит вот так вот указывать пароли, поэтому мы сейчас это исправим. И должны мы указать, в каких группах мы хотим, чтобы пользователь состоял. Например, мы можем посчитать, что наши системы выберут из выбранного значения групп, которые мы сейчас укажем, ту, которая у них есть. Они так не сделают, но тем не менее давайте попробуем. Значит, groups параметр может принимать значение массива. Если мы работаем с массивом, нам нужно указать уже квадратные скобки. И в квадратных скобках через запятую указать эти группы. Например, superuser.do, sudo, группа в Ubuntu. И скажем, will, группа в центре. То есть вот такой вот базовый возьмем и сделаем манифест. Сохраним его и попробуем запустить им на нашу Ubuntu. Где-то там у меня должны быть, вверх-вверх я нажимаю тест. Тест связи с сервером. То есть по-хорошему мы с вами создали манифесты. Делать ничего не нужно. Через какое-то время папит-агент придет и заберет эти настройки. Но мы, чтобы не дожидаться, сейчас вручную запускаем синхронизацию. И видим то, что проблема у нас появилась. Группа will не существует в Ubuntu. Она существует только в центре. Поэтому таким образом писать манифесты мы с вами не можем. Нам придется переписать манифест, а именно указать в нем узлы. Для начала я просто скопирую уже то, что мы с вами написали. И добавлю еще точно так же это ниже. Теперь я укажу, для какого узла какое значение я хочу, чтобы у меня появлялось. В частности, для узла Node имя у нас одной машины UBSRV имеет значение имя сертификата. Мы можем всегда посмотреть его на Puppet сервере командой Puppet CertListAll, например. Я знаю то, что одна машина называется UBSRV, поэтому для машины, которая называется UBSRV, у меня будут все те же самые настройки. Я вот так вот подвину это все для красоты. Но группу я укажу только одну. В Ubuntu у меня это группа Sudo. И мне нужно обязательно теперь закрыть лишнюю фигурную скобку, которая у меня здесь появилась. И точно так же ниже я скажу то, что для узла, который у меня называется в кавычках имя сертификата CentoCent3VBox, опять же начинаются все эти детальки, открываю фигурную скобку, точно так же все это двигаю, закрываю фигурную скобку и указываю для узла CentoCent3VBox, что группа будет Will. Вот таким вот образом. И в принципе мне этого достаточно, осталось разобраться с паролем, мне не хочется указывать пароль открытым текстом. Поэтому я сейчас возьму и воспользуюсь утилитой MakePassword, она по умолчанию у меня, кажется, не стоит. Говорит то, что программа MakePassword не используется, не установлена по умолчанию, для этого нужно поставить вот этот вот пакет, хуиз. И теперь после того, как пакет поставится, у меня появилась утилита MakePassword. Значит, утилита MakePassword хороша тем, что она может создавать нам хэш и пароли, она их может по-разному абсолютно шифровать, у нее подробный мануал, можно ее запустить с кучей различных ключей. И тут есть маленькие нюансы, возможно, в ваших дистрибутивах используются некие специфические алгоритмы хэширования паролей, тогда вам нужно запускать ее с какими-то ключами не по умолчанию. Мне достаточно запустить ее просто с Password, вот так вот, MakePassword. И она говорит, введи пароль, и я тебе покажу его хэш. Допустим, раз, два, три, четыре, пять я ввожу, нажимаю Enter, и вот так вот выглядит хэш моего пароля. Значит, хэш пароля передавать вполне себе безопасно, потому что по вот этому хэшу никто не сможет вычислить то, что пароль был раз, два, три, четыре, пять. Тем не менее, если вы вводите пароль раз, два, три, четыре, пять, то он захэшируется у нас вот в эту вот функцию. Ну, вот в эту вот строчку. Вообще, эта утилита MakePassword, она намного сложнее, позволяет генерировать пароли, чего только не делать. Но мы сейчас создадим с вами хэш пароль, мы его создали. И теперь пароль раз, два, три, четыре, пять я заменю на вот этот вот вывод, который мне дала утилита MakePassword. Одинаковый пароль, чтобы у меня появились пользователи. Итак, у нас готов с вами манифест. Манифест приводит наши конечные узлы в состояние, в котором на этих узлах появляется пользователь-инженер со всеми соответствующими параметрами. Сохраняю, отправляюсь на Ubuntu. Пытаюсь снова выполнить синхронизацию с агентом, чтобы не ждать, сколько мы полчаса или час поставили на грит, то, что пользователь у меня создан. Мы можем в этом убедиться, посмотрев, например, файл etc.password, и видим то, что инженер появился со всеми своими настройками. Домашней папкой, оболочкой bash и так далее. Можем посмотреть, входит ли он в группу. Чтобы все группы не выводить, давайте через греб сделаем sudo. И он показывает то, что да, в sudo входит помимо моего пользователя, пользователь инженера. Все применилось так, как мы хотели. Отправляемся на CentOS. В отценности точно так же выполняем синхронизацию. У нас сейчас Puppet увидит то, что он в главном манифесте, этот узел CNT3, имеет свои настройки, применяет эти настройки. Здесь мы тоже посмотрим etc.pass, и видим то, что появился пользователь инженер. Попробуем теперь посмотреть точно так же etc.group, только здесь мы будем уже смотреть в группе wheel. И видим то, что в группу wheel, да, он входит. То есть инженер может запрашивать права суперпользователя. Вернемся, кстати, на Ubuntu давайте. И на ней проверим, можно ли нам начать работать от инженера. Инженер. Чтобы увидеть то, что пароль 1, 2, 3, 4, 5 подходит. Пароль 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Прекрасно. Я работаю от имени инженера. Пароль 1, 2, 3, 4, 5 перенесся. Итак, мы сейчас с вами закрыли сразу несколько вопросов. Мы научились определять узлы в основном манифесте Puppet. Нужно также сказать то, что можно использовать не один вот этот вот манифест сайт.pp, а несколько манифестов в этой директории, но мы до этого доберемся. Мы научились хэшировать пароли и передавать пароли в виде хэша, что уже намного безопаснее, чем было у нас до этого. И мы научились управлять таким видом ресурса, как Puppet. По-хорошему, вот так вот разбивать основной манифест Puppet в зависимости от того, где какие у нас индивидуальные узлы, не нужно. Если мы будем с вами использовать хьеру, до которой мы доберемся, мы можем создавать отдельно манифесты для тех систем, у которых установлен CentOS, для тех систем, у которых установлен Ubuntu. То есть это уже такое более интеллектуальное управление. Потому что, как правило, у вас нету, скажем, веб-сервера на Red Hat и веб-сервера на каком-нибудь Debian, который выполняет одни и те же функции. Чаще всего вы все-таки выбираете один дистрибутив и приводите его к нужному вам состоянию. Мы сейчас просто экспериментируем и разбираемся с тем, как это все будет работать с разными дистрибутивами.